Перед участниками краеведческого клуба выступила Ирина Ильясова с 2002 года, изучающая историю Ленинского района. Обширные знания, накопленные за 15 лет кропотливой работы, позволяют ей поделиться со своими слушателями новыми познавательными фактами о нашем городе. В этот раз Ирина Леонидовна подробно рассказала об архитектурных решениях, которые применялись при строительстве Видного в 50-60-х годах. Так, центральная часть города, в частности улицы Школьная и Заводская, были застроены двух- и трехэтажными жилыми домами по проекту архитектора Бориса Ефимовича. Особого внимания, по мнению краеведа, заслуживает водонапорная башня, также расположенная на улице Заводской. Это башня 12-гранная. И по граням 12 шов орнамент из белого кирпича. И еще и кокошники у нее были, и окна полудуговые, вытянутые. В 1954 году в Видном был воздвигнут Дом культуры на 600 мест. По бокам построили еще четыре здания, а в центре фонтан. И этот комплекс строений, признается Ирина Лясова, удивительно похож на ансамбль перед Большим театром в Москве. В Доме культуры Видного давали концерты многие известные артисты того времени. Сергей Герасимов, Людмила Целиковская, Михаил Жаров. Особая роль в середине прошлого века была отведена озеленению. Тогда в городе по распоряжению заведующего лесопарковым хозяйством Тимофея Лемешко было высажено 35 тысяч деревьев и 172 тысячи кустарников. Большинство из них и сейчас радует глаз наших жителей. После познавательной лекции зрители посмотрели 10-минутный документальный фильм с названием «Среди лесов в Подмосковье». Он был выпущен в 1957 году и рассказывает о Видном. По окончании встречи участники краеведческого клуба поделились своими впечатлениями. Я очень много узнала я именно сегодня вот о Лемешко, что человек рабочий и столько сделал для города в озеленении этого города. Город, видно, отличается от очень многих городов своей зеленью. Интересно, про строителей Ефимовича я хотела узнать и про Ефимову, садовода-любителя, который выращивал необыкновенные яблоки. И эти яблоки я помню у моей бабушки на школе в беседке. Я вот с детства помню вот эти яблоки, которые не помещались в руку. Ирина Ильясова, в свою очередь, поблагодарила своих пытливых слушателей и поделилась секретом, где она черпает информацию о нашем городе. Помимо многих часов, проведенных за изучением различных книг по краеведению, особое внимание Ирина Леонидовна уделяет непосредственному общению с коренными жителями Видного. Иду по городу, смотрю, с кем можно поговорить. Вижу пожилых людей, особенно вот в молодежном, скверике нашего города. Я встречала несколько раз таких уже старушек, которые 88, которых 93 года. И вот с ними вела беседу о их воспоминаниях. В центральной библиотеке Видного заседание краеведческого клуба проходит дважды в месяц, по субботам. Двери здесь открыты для всех желающих. Екатерина Коваленко, Алексей Руднев и Елена Кошлева. Видное ТВ.